Казахстан В Ток-шоу «Наша правда» Я Алексей Шаркова, здравствуйте! Этот ролик посмотрели более миллиона раз Только на ютубе Его герои стал популярен не только виртуально, но и получил вполне реальное предложение Самый крутой виртуоз Казахстана под таким названием Видно было размещено в интернете еще в 2011 году И все новостные ленты У Виланы Тойшебековой в ее 10 лет Уже более 50 тысяч подписчиков на ютубе Более 25 миллионов просмотров Давайте встречать Вилана Бульс, это ее ник на ютубе Ее мама Виктория Ван Здравствуйте! Проходите, пожалуйста! Но прежде чем обсуждать, нужно посмотреть, что обсуждать Давайте посмотрим ролик один из Всем привет! Меня зовут Муза Лайф! Мне 16 миллиардов лет Потому что музыка вечно Я очень хочу поступить в школу Лонгстер Хайд Вы еще должны показать кукол, которые будут сниматься в вашем стоп-моушене Чтобы видео не украли А также мы должны быть уверены, что это видео ваше И третий Это сам стоп-моушен Куколки должны ожить И чтобы мы не видели ваших рук Многие у меня спрашивают, что же такое стоп-моушен Вы можете это набрать в интернете Или же посмотреть на моем канале некоторые стоп-моушен Например, я не так выясняла, как Гуля сама себя руковала Музыка 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 Иван, а ты уж прости, а мы тут все взрослые дяди и тети собрались. Что такое Monster High и что ты здесь демонстрируешь? Monster High это школа про добрых монстриков, никакие они не злые, просто многие родители считают, что это просто ужасно, отвратно. А почему такое количество бесконечных просмотров? Как так получилось вообще? Ну, честно, я даже не знаю. Об этих куколках мне рассказала моя подруга. И, ну, мне как бы стало интересно, я пришла домой, набрала в интернете школу монстров, начала смотреть, потом и куклами увлеклась, потом мама мне создала канал на ютубе, и вот так все это и пошло. Она сама стала снимать этих кукол и выкладывать какие-то истории? Виктория, ну, честно говоря, в ваш адрес тоже много нареканий и упреков. Дескать, воспитываете очередную гламурную пустышку с этими куклами. Как вы позволяете дочери выкладывать это все на всеобщее обозрение? Вы же сами психолог, да, насколько мне известно? Да, я психолог. Ну, я не вижу в этом ничего страшного. Когда она готовит какой-то видеоролик, мы иногда обсуждаем это вместе. Она спрашивает маму, что мне одеть, или я помогаю ей сделать макияж, продумываем сценарий. А я хотела узнать, сколько вы на этом зарабатываете, потому что я заходила, там есть ссылки на ваши ВКонтакте, по-моему, группа, если не ошибаюсь. Вы там продаете куклы, обмениваетесь и так далее, то есть это хороший источник заработок. А вы продаете кукол, простите? Кукол мы, когда это стало затратно, я заказала партию кукол, это было всего один раз. Наверняка детки, они очень жестокие, да, и в интернете пишут очень много, ну, плохих комментариев. Гадости, да. Да, гадости, там, ну, иногда читаешь комментарии некоторых личностей, диву даешься, откуда вообще люди, откуда столько злости. Как вы своих детей от этого ограждаете? Мы все читаем вместе. Она никогда не сидит в интернете одна, и все комментарии, хорошие они или плохие, мы обсуждаем. И хороших комментариев на самом деле больше. Сначала Вилана расстраивалась, здесь, конечно, плохие. Вилан, давайте спросим у Вилана, Вилан, как ты реагируешь? Вилан, скажи, как ты реагируешь? Ну, вообще, первое время я расстраивалась, потом я иногда даже плакала, ну, сейчас я вообще как-то не обращаю внимания. Нет, я все-таки хотел про деньги. Сколько вы за просмотр вы получаете, да, какие-то деньги? Можно вот об этом подробнее, прямо интересно. Администрация YouTube предложили Вилане стать партнером YouTube. И когда просматриваем мои ролики, там реклама пробегает. В принципе, деньги получают больше не за просмотры, а за рекламу. Что под роликом, вот рекламная строка. Кто кликает на рекламу, тот. Да, кто кликает на рекламу, тот какой-то процент идет. Ну, в принципе, сколько девочек зарабатывает. Я просто уделяю, что в Товарстане у нас особо это не работает. Но мне просто интересно, да, как это. Сколько в месяц получает девочка зарплату от YouTube? Самая первая зарплата у нее была 70 тысяч тенге. И где? Красава. У нас вот, кстати, по поводу комментариев очень часто бывают, пишут, да она избалованная девочка. Она только и просит у своих родителей. Я хочу сказать, что Вилана ничего не просит у своих родителей. И я уже год, ни я, ни папа, мы не покупаем кукол Вилане. Она все покупает себе сама. Почему у вас 50 тысяч подписчиков? Ну, просто мне интересно. У меня 3 тысячи, у нее 50. Вот как это работает? Я не понимаю. Это же театр. Здесь можно в куклу играть, а не на пионе. Можно в куклу играть. Ну, вы объясните переверзию. У него миллионы просмотров. А тут ему не делает предложение, чтобы ему деньги пересылать. Что нужно... Какие-то секреты нужно... Может быть, написать им... Не, я партнер. Я партнер, но по рекламе... У меня приходит эта статистика, я не понимаю все равно, как это происходит, потому что денег у меня мало. Сколько роликов? У меня денег мало. А вот скажите, пожалуйста, мне вопрос больше к маме. Вилана, на самом деле, умничка. Она очень антистичная, как видеоблогер. Она очень... На самом деле, она харизматичная. А что вот дальше? Потому что возраст монстр-хай, да, если не ошибаюсь, там есть определенный... Да, он закончится. Да, он закончится. А что дальше? А ведь девочка уже почувствует вкус, скажем так, славы, вкус денег. Однажды она придет домой и скажет, мам, мне это неинтересно. И я соглашусь с этим, я приму, это будет ее выбор. Это не мой канал, и это не мое хобби, это хобби ребенка. Я лишь поддерживаю своего ребенка в ее увлечении. Ну, прекрасно. Вилана, но тебе нравится, что ты вот такая популярная в сети, и что про тебя знают? Ну, знаете, мне вообще нравится мое хобби, но популярность для меня, она никак там знаменитая популярность. Я их считаю друзьями просто. Мы иногда с ними общаемся, и можем, даже если они волонтеры, встретимся. Как хорошо видеть маму психолога, я считаю. Ну, вы знаете, во всем мире очень любят ролики с кошечками. Но у нас в Казахстане свои кошечки. Давайте посмотрим.